Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вы на канале Давай Запишем, у микрофона Александр. Сегодня у нас на обзоре студийные мониторы IK Multimedia iLoad MTM. Начинаем! Итак, снова мониторы. Как вы заметили, снимая наши ролики, мы уделяем большое внимание этим студийным единицам. И это не просто так. Во-первых, мы получаем много запросов по теме правильного выбора мониторов для дома. Во-вторых, мы хотим, чтобы вы имели максимальное представление о том, какие они есть, как выглядят и звучат. Ну и в-третьих, очень много подобных продуктов сейчас выпускается именно для маленьких и домашних студий. Вот как раз таки сегодняшние образцы из этой серии. Хотя, просмотрев все характеристики и изучив массу литературы, можно заметить, что у этих колонок есть претензии занять место перед звукорежиссёром и в достаточно просторных помещениях. Что ж, будем смотреть, будем слушать. Итак, начну с самого интересного. Это литеры MTM в названии. Что они обозначают? Это конфигурация, в которой изготовлены эти мониторы. MTM расшифровывается как mid-range, twitter, mid-range, то есть среднечастотный динамик, высокочастотный динамик, среднечастотный динамик с симметричным расположением. По описанию, такой дизайн обеспечивает настолько натуральное звучание, что появляется ощущение, будто мониторы просто растворяются в помещении, а вы находитесь в самом центре музыкального события. К тому же, такая конфигурация по сравнению с другими значительно уменьшает нагрузку на слуховой аппарат, поскольку привычные нам колонки с двумя или тремя динамиками, работающими на разных частотах, долетают до наших ушей с разными скоростями, что и утомляет нас раньше времени. С iLoud MTM мы можем работать больше и дольше. Ну, во всяком случае, нам так обещают. Теперь дальше. Эти мониторы имеют возможность установки под углом от 0 до 20 градусов, либо вообще в горизонтальном положении на столе, либо на микрофонных стойках. Резьба в корпусе для этого здесь и находится. И, исходя из того, что Twitter мониторов должны располагаться точно напротив ушей, с этими возможностями вы сможете подобрать идеальнейшее положение для вас, учитывая все особенности своего помещения. Плюс ко всему, эти системы заряжены акустической автокалибровкой. Что это такое и как это работает? Это специальное приложение, которое вы заимеете после регистрации своих iLoud MTM. И еще измерительный микрофон, который идет в комплекте с мониторами. Устанавливаем свои мониторы на оптимальном для вас месте, нажимаем кнопочку программно и моментально получаем лучшую настройку для своего помещения. Ну а если вдруг что-то не понравится, вы сможете сами легко подстроить расширение низких частот, срезать или добавить низ и вверх и сократить высокие частоты. Одним словом, нужный вам звук нарулить сумеете. Теперь еще один момент. Диапазон низких частот здесь достигает аж 40 герц, что обычно выдают мониторы вдвое больше по размерам, чем эти. Просто невероятно и против всех законов физики. Однако это правда. И в тестовой части, надеюсь, мы с вами это попробуем как-то услышать. Ну раз заговорил о цифрах, то сразу добавлю. По верхам 24 кГц, общая мощность 100 Вт, максимальный уровень звукового давления 103 дБ. Короче, большой привет соседям. Но еще добавлю, у многих студийных мониторов, даже high-end класса, можно наблюдать искажения фазовой частоты или фазосдвигающих кроссоверов из-за особенностей строения корпуса, что часто делает размытым и несфокусированным тоже стереоизображение. Или делает какие-то тонкие детали попросту потерянными. Так вот, whileout MTM такого нам не обещают. А наоборот, говорят, что линейно-фазовый отклик будет просто на высоте. Что даже редко можно встретить в мониторах, которые будут несколько раз дороже. Ну что ж, звучит все это очень красиво. Ну хорошо бы еще и услышать, что все это действительно так. Подбираемся к тестовой части, но прежде еще один момент, на который надо обратить самое пристальное внимание. Как я уже говорил, продукт надо регистрировать на сайте производителя, и не только для того, чтобы получить приложение автокалибровки. Дополнительно вы получаете пакет оборудования T-Rex Metering Suite, который предоставит вам в пользование точные пиковые, среднеквадратичные и динамические измерители, спектрограмму, анализатор в реальном времени, фазовые и корреляционные измерители и так далее. С этими инструментами вы сможете контролировать все нюансы вашего аудиоматериала с точностью высшего класса. Плюс этот плагин сможете поставить на мастершину или любую дорожку, для того, чтобы видеть все мельчайшие детали, которые происходят у вас со звуком. На секундочку заглянем на заднюю панель. Сверху фазоинвертор, дальше управление частотами, уровнем громкости, комбо-разъем, вход для измерительного микрофона и USB. Ну, похоже, по теории все, за исключением того момента, что эти мониторы выпускаются еще и в белом цвете. Возможно, кому-то для интерьера это важно. И еще это то, что отдельно можно заказать вот такую замечательную сумку для транспортировки своих колоночек. Ну, мало ли. Итак, приступаем к прослушиванию. И, как вы знаете, всегда к обозреваемой модели мы подбираем какого-то оппонента для сравнения. И самым удачным вариантом для наших iLoud MTM оказалась парочка мониторов от Presonus. Это модель Eris E44, которые сделаны также в конфигурации MTM, но при этом не имеют возможности устанавливаться под углом, только вертикально или горизонтально. А еще отличиями от IK можно назвать наличие двух фазоинверторов. Динамики по четыре с половиной и твиттер 1,25 дюйма против, напомню, трех с половиной и одного дюйма у iLoud. Ну и частотки 55-22000 против 40-24000 у iK. И самое интересное, 85 ватт в паре у колонок побольше, 100 ватт у более скромного по размерам образца. Давление оказалось у них одинаковым, 103 дБ. Всё, друзья, презентовал, теперь слушаем музыку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, на сегодня это всё. Пишите, что вам удалось услышать, что понравилось, что не понравилось. И просьба, если у кого-то есть такие мониторы, пожалуйста, отзовитесь и поделитесь своими впечатлениями. Будем благодарны. Это канал Давай Запишем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подожди, Дима, мне здесь перематывать, обрезать, срезать, передвигать. Что часто делает размытым и несфокусированным тот же стерео... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА